Что значит быть автором в эпоху постсовременности? А скорее, что для нашего времени означает само понятие автора? Или каким образом сейчас, в эпоху постсовременности, такую категорию, как автор, можно помыслить? Причем вне зависимости от того, в какую эпоху жил собственно автор. То есть меня будет интересовать прежде всего феномен автора, а не какие-то индивидуальные особенности того или иного пишущего субъекта, относящегося к любой эпохе. Напомню, наше одно единственное правило на лекциях Булеслик Бест, то что любые вопросы возможны, но после окончания лекции. То есть после окончания лекции может быть дискуссия, потому что а, лекция все-таки имеет свою форму, свою структуру, как и музыкальное произведение, а Б, это вопрос, который вы хотите задать, вполне возможно на него ответы так быть в течение лекции сама по себе. Поэтому, если возникают какие-то вопросы, это замечательно и здорово, вы можете их себе фиксировать, и в конце лекции вполне возможна дискуссия. В прошлый раз была дискуссия развернута, ну, по крайней мере, в половину самой лекции. Ну, и еще один момент. Дабы не быть недопонятым по теме сегодняшней встречи, поясню, что, собственно, термин постсовременность означает, да? Это просто калька с французского постмодерна, дословно постсовременность. То есть, дословный перевод с французского языка, термина Франсуа Леотара, который определил постсовременность или постмодерн, как кризис и крах метанарративов, или больших нарративов, или, опять же, дословно, больших рассказов. И одним из таких больших рассказов или метанарративов был проект «Человек». Можно в кавычки даже, если взять, надо. Начиная с эпохи Возрождения, и особенно со временем энциклопедистов, ключевой концепцией в понимании человека являлась божественная искра сознания. Кстати, именно в эпоху Ренессанса столь широкое распространение в Европе приобретает Каббала. С ее аналогичными идеями, особенно Каббала получила путевку в жизнь через работы Пикадона Мирандола, это XV век, это ученик Марсилио Фичино, это, соответственно, Квадраченто у нас в Ренессансе. И одна из ключевых концепций для идеологии Ренессанса – это аналогия Бога и человека. Причем человека, как земного отражения божества. Не следует забывать и о том, что изумрудная скрижа Гермеса, всем известная, была опубликована впервые именно в это время, во время Высокого Ренессанса, в эпоху Четвиченто. Конкретно в 1541 году в Нюрнберге публикуется текст о алхимии за авторством некого Полидоруса или Полидора, куда и входит этот текст изумрудная скрижа. Таким образом, герметическая максима, то, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху, и то, что находится вверху, аналогично тому, что находится внизу, вне зависимости от времени ее реального написания, стало известно именно в эпоху Возрождения. Да, в Средние века христианский мир тоже знал о том, что человек был сотворен по образу и подобию Бога. Но акцент делался на факте грехопадения, за счет которого первичная связь Бога и человека развивалась, а воссоединение было возможно лишь через искупительную жертву Христа. А о каком-либо паритете человека и Бога в эту эпоху можно было смело забыть. В эпоху же Ренессанса в человеке провозглашается такое начало, которое делало его, если неравным, то аналогичным божеством. И это что-то именовалось Божественным сознанием или Светом сознания. И это сознание, благодаря воспитанию, просвещению, воздействию на него искусств и различных наук, может преодолеть невежество и отбросить всякую агрессию и животное существование, как это тогда именовалось. То есть все, что не было просвещено сознанием, отождествлялось животным начало. Спустя два века эти идеи кристаллизовались в Проект Просвещения. Что такое Проект Просвещения? Это утопия о просвещенном будущем, когда в некой перспективе все люди через воздействие на них наук и искусств станут носителями божественной мудрости и братьями друг для друга. То есть возникнет само по себе эталонное общество, только на основании того, что человек постепенно все более и более просвещается. Для того и создавалась энциклопедия, для того и вводится обязательное образование и так далее, со всеми вытекающими в последующем 19 веке детские сады, школы и так далее. Вы это все знаете и без меня. Корни этого просвещенческого механизма, просвещенческой утопии, лежат в Возрождении, а корни Возрождения лежат в переводах Тикадаламирандовы каббалистических текстов. Напомню одну из ключевых каббалистических моделей, так называемый шеверадхакелем. Шеверадхакелем или разбиение сосудов говорит следующее, этот миф можно сказать, что изначально тело божественного Адама Кагнона, божественного человека, претерпело разрушение в определенный момент, не выдержали стенки, сосуды, которые вмещали божественную энергию, и эти божественные искры рассеялись по всему миру. Они не просто рассеяны, они сокрыты черепками от разбившихся сосудов, которые называются клифы. Они их скрывают. Соответственно, для того, чтобы воссоздать новое божество, которое называется Парцухим, нужно не только найти эти божественные искры, но и очистить их от грязи клифотов. Соответственно, в мифической форме полностью выраженный концепт просвещения. Мы не просто должны отыскать божественный разум сознания, божественную искру сознания, но и очистить ее от всего животного, что и создаст новый мир. Парцухим, кстати, дословно, это новые лики, а лики, как известно, родственны понятию личин. Так что искусственность в этом новом деянии тоже заложена в структуре самого языка. Я лишь хотел показать, что просвещенческий проект веры в разум на самом деле зеркется на глубоко религиозных идеях. Секулярность, внешняя секулярность проекта просвещения прямо противоположена его корням. Основная идея, которую я бы хотел сказать в этом предварительном введении. Что происходило дальше? В начале 20-го столетия, даже на рубеже 19-го, 20-го столетия, по этой концепции наносится первый сокрушительный удар. Открытие Фрейдом бессознательного. Которое утверждает то, что по определению человек своим сознанием не может полностью себя контролировать. Потому что наличествует оппозитный феномен, феномен бессознательного, который не контролируется сознанием. Второй и, наконец, полностью добивший проект просвещения удар был нанесен Второй мировой войной. Такие феномены, в частности, как Освенцим, Бухенвальд и аналогичные лагеря смерти полностью перечеркнули проект просвещения и проект человека. Так как в лагерях смерти людей не просто убивали, их уничтожали самыми, так скажем, просвещенными, в кавычках, способами. То есть высокотехнологичными способами, условно говоря, почтение строка Спридри Ханитши и под музыку Ригерда Вагнат. Более просвещенной системой, даже, так скажем, промышленной индустрии уничтожения человека не было никогда до этого. Таким образом, человек современный, как проект, просуществовал около пяти веков и показал свою полную несостоятельность. Ожидаемого развития и светлого просвещенного будущего не состоялось. А сопутствующие изменения, которые происходили в естественных науках и философии, в лингвистике, в частности, лишь все более и более отдаляли понятие «человек» в прошлое, отводя его в классическую философию. То есть, собственно, в серьезной философии современности такая категория, как «человек», более не употребляется. На первый план выходит совсем иная категория, категория «субъект». В том числе и в качестве такого понятия, как «субъект эпохи». В данном случае, это субъект, который непосредственно представляет всю эпоху в целом. Наше, соответственно, общество, постиндустриальное общество, общество субъектов и именуется обществом постсовременности. Почему? Потому что понятие современности – это понятие, тесно связанное с понятием человека. После смерти – понятие философской категории человек, не человека как живого существа, не как «Вига, хомо сапиен, сапиенс», а человека как философской категории, который на самом деле не так уж много веков просуществовал. Человек эпохи античности – это совсем не тот же человек, по которому мы читаем у Дегарта. Именно человек эпохи Просвещения, возрождения Просвещения и был погребен в 45-м году. Эту точку ставит и Леотар, эту точку ставит и Агамбин в своих трудах. И это и было концом эпохи современности. Поэтому одно дело, когда мы говорим о современном чем-то, современной нам в языке, или современном искусстве в целом – это корректно. Но когда мы говорим о эпохе, конечно же, мы живем в эпоху постсовременности. Потому что эпоха модерн, эпоха современности – это эпоха первого, двадцатого столетия. По понятной причине я не смогу более подробно останавливаться на этой проблематике, так как она не напрямую связана с темой нашей сегодняшней лекции. Поэтому тем, кто хочет более подробно осветить эту тему, тем это очень интересно. Что есть проект «Человек» как таковой и конец проекта «Человек». Я советую обратиться к двум работам. Их понятно, что их огромное количество, но прежде всего к этим двум. Это работа Джорджа Агамбина «Открытая», «Человек и животное». Это совсем небольшая работа. Из философских работ Агамбина, я бы сказал, что она самая простая, самая лаконичная, самая ясная. А Агамбин все-таки это один из крупнейших живущих наследителей. И вторая работа. Ее обычно название знают все поголовно. Значительно реже встретишь того, кто ее правда читал. А самое главное, что, возможно, это и не настолько важная работа, какую она заняла место в культуре. Это работа, собственно, Франсуа Леотаре «Состояние постмодерна». Это знаковая работа для второй половины XX века по ее цитируемости, по ее упоминаниям. Хотя, я честно скажу, для того, чтобы понять то же самое состояние постмодерна, лучше читать другие работы Леотара. В частности, Хаидигера «Еврей» и так далее. Более серьезные, более яркие работы. Сам Леотар об этой работе отзывался, так скажем, не очень. Он не считал ее удачной. Однако именно она сделала ему имя. И само слово «постмодерн», которое у нас в России постоянно путается с термином «постмодернизм», которое не имеет между собой почти никаких точек соприкосновения, вошло в культуру. Итак, я бы хотел начать сегодняшнюю лекцию с нескольких красочных зарисовок, которые могут показать проблематику автора несколько в ином свете, чем мы привыкли это видеть с, так скажем, обыденной точки зрения. Зарисовка номер один. 12 января 2007 года на станции Вашингтонского метро «Энфан-Плаза» один из самых востребованных скрипачей мира, Джошуа Белл, принимал участие в эксперименте. С без десяти восемь часов утра и в течение последующего академического часа известнейший в мире скрипач, переодетый, дабы не быть узнанным, играл на своей страдиваре, исполняя шедевры скрипичной классики. Вот фотография с экспериментом. Если верить подсчёту по идеокамерам, мимо него прошло 1097 человек. Однако только семь из них остановились, чтобы немного послушать музыканта. Ещё двадцать, не останавливаясь, машинально бросили монету в его раскрытый футляр. Так этот эксперимент описан в Вашингтон-посте. Скупо, но в высшей степени показательно. Те же самые люди, что покупают билеты на концерты Джошуа Белла за год, чтобы суметь попасть на его концерт, проходили мимо. Те же самые люди, что восторгаются музыкой Аггала Себастьяна Баха, также проходили мимо. Потому что в нашем мире, когда нет автора, не может быть и шедевра. Ведь гений – это прибавочная стоимость к таланту. А когда имя безмолвствует, публика не способна оценить хорошо то, что она слышит, или плохо. А возможно, даже более того, без имени маркёра, берущего на себя ответственность за то, что создаёт автор, вовсе не может быть ничего ни гениального, ни бездарного. Как не может быть гениального или бездарного куста, дерева или водопада. Зарисовка номер два. 13 июня 1888 года в Лиссабоне родился человек, который изменил все представления о том, что такое автор. Он вошёл в историю XX века как крупнейший поэт не только Европы, но и всего мира. Этого человека звали Фернандо Пессоа. Вкладом Фернандо Пессоа в мировую литературу стало творчество его гетеронимов, создававших свои собственные, в кавычках, произведения. В отличие от литературных псевдонимов, созданные Пессоа гетеронимы были отдельными литературными индивидуальностями, со своими характерными чертами, со своей биографией, со своей собственной философией, со своим собственным стилем письма. Всё это было вымышленным, но приобретало черты реальности благодаря транслируемым им идеям. Согласно «собственному», опять же в кавычках, литературному творчеству, отличному от творчества самого Пессоа. Дело в том, что нужно сказать, что Пессоа не только создаёт гетеронимы, эти авторы как будто бы создают свои произведения. Пессоа опубликуется, и как Фернандо Пессоа. И он учится у своих гетеронимов, он вступает с ними в споры, какие-то из них даже переживут его. Относительно недавно, в 1990 году, искусствовед Тереза Рита Лопеш представила список гетеронимов Пессоа, достигших 72 имён. А совсем недавно, уже в 2013 году, на этот раз группа из двух искусствоведов, Жеронима Пизарра и Патрисио Феррари, представили более полный список из 136 вымышленных авторов. Гетеронимов, полугетеронимов и псевдонимов. Все они были созданы одним человеком, Фернандо Пессоа, который создал золотой век португальской патрицы. Соответственно, в контексте этих гетеронимов, само имя Пессоа перестаёт быть артонимом. В данном случае он, как один из поэтов, созданных им же, становится одним из ряда этих поэтов. Он попадает как равноправный в их же числа. На эту тему есть совершенно потрясающая кинолента. Кинолента, правда, созданная уже в начале второй половины 20-го столетия, и она называется «Фильм». Фильм создаёт Сэмюэль Беккетт, работа 1964 года. Он создаёт сценарий и руководит проектом, хотя режиссёром фильма является не Беккетт, режиссёром является Аллан Шнайдер. Это совершенно потрясающая немая лента, которую я советую всем посмотреть. Она идёт не более 20 минут. Это совсем короткое кино. И на днях я выложу свой анализ этого фильма. Он тоже немного занимает, примерно столько же, сколько и сама лента. Понятно, что этот анализ краткий, его можно разбирать и в течение нескольких часов. Жиль Делёс считал, что там ещё одно из наиболее выдающихся произведений киноискусства, в принципе, как такового. В чём суть этого фильма относительно нашей проблематики? Я не буду пытаться разобрать ленту, которую мы с вами не смотрели. Я лишь сакцентирую определённый момент. Проблема фильма «Человек глазами многих». Дело в том, что в эпоху существования Бога было абсолютно точный критерий верифицируемой истины. Сколько бы о нас кто не имел какие представления, сколько бы о нас кто не говорил. Даже если мы покрыты ложным позором и не можем никак себя оправдать, у человека был критерий истины. Это истина – взгляд Бога. То есть даже если человек сам о себе может думать что-то иное, было всегда точное водораздел между ложным и истинным. Потому что был взгляд, который видел то, что есть на самом деле. Со смертью божества, со смертью Бога мы оказались не в мире без Бога. Мы не живём в мире без Бога. Мы живём в мире с мёртвым Богом. А это совсем не одно и то же. Дело в том, что если бы мы жили в мире без Бога, мы бы в этом мире были адаптированы. А мы живём в мире, в котором зияет дыра. Эта дыра в этом фильме великолепно показана. Великолепно показан сам Бог. Он для этого выбирает не христианскую символику, а символику шумеракадскую, чтобы не отсылать к нюне действующим религиям. Очень корректный жест. Очень такой добротный жест, качественный. И в чём суть этой смерти Бога? В том, что мы попадаем в ситуацию, когда любое мнение любого человека о нас, случайного или знающего о нас очень близко, является рядоположенным нашим. То есть наше мнение о себе, то, что мы думаем, что мы якобы такие и есть, это лишь одно из этих сотен имён. Тех сотен имён, которые создаёт Фернандо Песо. И Фернандо Песо – это лишь один из этих 136. В самом деле, это очень страшная идея, идея, которую проще на логическом уровне оценить, чем её ощутителю экзистенцию. То есть это мы глазами многих. Каждый день мы видим сотни людей. Мы заходим в метро, для этих людей мы, в принципе, являемся вещью. Они обходят нас так же, как они бы обошли стул, стол и так далее. Важно не задеть просто как предмет. И для всех этих людей наша реальность – это совершенно разная реальность. И эти реальности – это и не просто случайный взгляд на нас. Это размноженное «мы». Потому что, собственно, «мы» не существует больше. Потому что для того, чтобы был «я», нужна та трансцендерная реальность, которая будет верифицировать это. И вот это расщепление на множественность задолго до её осмысления философии создаётся. На самом деле, понятно, что 136 авторов в полном смысле слова не было. Было 4 наиболее крупных португальских поэта, которые именно такими и считались при жизни Пессоа. Потому что он не особенно однородовал ситуацию авторства всех этих имён. И это четыре крупнейших и совершенно разных поэта. Альберту Кайеру, самый старый из них, его Пессо убил раньше всего, он по возрасту, он предполагал, что это его учитель. Все из этих поэтов учились у Кайеру. Они действительно, видно, как вызревают зёрна, посеянные Кайеру в их творчестве, при том, что сам Кайеру создаётся Пессоа. Но после того, как он в кавычках создаётся, он уже действует как самостоятельная личность. Кайеру – это букалический поэт, это поэт в духе неоэнтичности. Действительно, совершенно потрясающая лирика, потому что очень сложно в 20 веке создать букалическую поэзию. Подлинную поэзию. Не просто стилизацию, а подлинную поэзию. Вторая фигура, второй ветераним – это Рикарду Рейш и третий – Альвару Кампуш. Ну и, соответственно, собственно, ахтоним – это Фернандо Пессоа. Который, ахтоним или это, ахтоним – это, соответственно, или ахтоним – это подлинный имя, да, дословно. Это тоже вопрос. А не является ли он тоже гетеранимом? Если он учится у созданного им персонажа, является ли он реально тем Фернандо Пессоа, который носит паспорт с этим именем? Навряд ли. Это всё-таки гетераним. А точнее, если быть более точным в латыни, аммониум. Человек с тем же самым именем, но другой человек. Что касательно этих поэтов. Я уже сказал, что Кайру воплощается в идеалы античной красоты. Эстетика Рейша основана на подражании неоклассицизма. Это совсем другой поэт. Это поэт с очень глубоким переосмыслением христианской традиции, в частности. Его тексты христианские отсылают даже к Ангелу Селерскому, к играми с христианской средневековой метафизикой. И, наконец, наиболее для меня лично близкая фигура – это Кампуш. Кампуш, его обычно связывают с футуризмом. И Кампуш, что удивительно, еще в 20-е и 30-е годы предвосхищает философию Желеденеза. Здесь я процитирую Олено Бадью, его замечательную работу, которая называется «Задача философии – быть современной писоркой». Вот как он описывает Кампуша. «Да Кампуш – поэт современной машинерии и большого города. Но в торговле, в жизни банков и заводов он видит творческий потенциал, аналогичный к природному. Задолго до Делеза он увидел, что желанию присуща однозначность машины, энергию которой поэзия должна использовать, не сублимируя, не идеализируя и не рассеивая мутными намеками, но заключая потоки и срезы в нечто, подобное ярости в теле». Для гетеранимов Пессоа вымышлял полностью их биографию, которая представлена была в их поэзии. И наиболее примечательно, что Рикарду Рейша и Альвару де Кампуша он не успел убить, он умер раньше. Он был масоном, и он уже в преклонном возрасте выступил против распуска масонских лож в Португалии. И, в общем, он этого не видел. Не выходил на демонстрацию, и не смог пережить достаточно сильного напряжения психологического, эмоционального. Так вот, на тему «пережившего» своего, в кавычках, автора, Рикарду Рейша, который пережил, собственно, Пессоа, есть великолепный роман. Этот роман переведен на русский язык, и автором романа является не кто-нибудь, а Жозе Сарамагу, лауреат Нобелевской премии по литературе. Вот, собственно, Сарамагу, вот эта книга, она есть на русском языке, благо дело. Вообще, большинство романов Сарамагу есть на русском языке. Это Нобелевка 20-летней давности, 98-й год. Также Пессоа достаточно подробно анализируется вот в этой работе. Это одна из лучших работ последних лет по искусству. Это инэстетика Алена Бадью. Но Алена Бадью в рекламе не нуждается. А вот что такое инэстетика, я пару слов скажу. Дело в том, что Бадью категорически против современного развития эстетики, как таковая. То есть эстетика навязывает философские категории искусства. То есть оно оценивает искусство, считая, что искусство, так скажем, не является производителем истины. Искусство создает нечто, что может быть оценено только в категориях философских. Что говорит об инэстетике сам Бадью? Инэстетика описывает строго внутрифилософские эффекты, производимые независимым существованием произведений искусства. То есть произведением искусства отводится роль производителей имманентной истины. А инэстетика лишь описывает те философские эффекты, которые искусство оказывает на философии. Вот здесь есть одна статья, посвященная Пессоа, в которой Бадью показывает, насколько современная философская мысль отстала от той идеи, которую выдвигает Пессоа. Пессоа умудряется ускользнуть от оппозиции. Ему удается выйти за пределы бинарного кода. То есть вся современная философская система, понятно, она строится на отрицании платонизма, на отрицании идеализма типа Платона. Это не значит, что они с Платоном спорят. Они спорят с той традицией, которая идет от Платона. И в данном случае Пессоа не противопоставляет этой традиции антиплатонистической. Он просто из нее ускользает. Он рассеивается в сотни этих личностей, которые, по большому счету, уже не являются автором. Это точка маркера. Мы просто точно знаем, к какому стилю мы обращаемся, когда мы открываем Райша, когда мы открываем Кампуша и так далее. То есть проблема и идеализма, и материализма снимается в самой эстетической, возможно, эстетической задаче Пессоа, которая не может быть до сих пор адекватными средствами осмысленного в современной философии. Именно об этом, статья о Бадью, тоже для Бадью на редкость понятным языком написана. Бадью, его манифест философии, так скажем, раз так в 10 сложнее читать, чем это. А здесь очень просто, возможно, это связано с переводом, я подлинники не читал. Я французский, к сожалению, не обладаю. Но эту книжку тоже рекомендую. И что в данном случае интересно? Мы знаем очень много авторов и до Пессоа, которые использовали большое количество псевдонимов. Но почему это были псевдонимы, а не гетеронимы? Дело в том, что, наверное, наиболее показателен, наиболее известен случай с Киркебором, который почти ни одну работу не сдал под своим правособственным временем. Но в случае с Киркебором это был путь одного автора, одного человека. И не случайно сейчас все его работы изданы под его фамилией, под его именем. Дело в том, что Киркебор не создавал различных личностей, различных авторов. Каждый раз, когда ему казалось, что его предшествующая книга не выполнила на 100% свою функцию, он пытался начать с нуля. И новую книгу помечал именем нового автора, чтобы она не связывалась с предшествующей. Но она связывалась. Она связывалась не именем автора, она связывалась теми сущностными качествами, которые были заложены в этих книгах. А вот есть в истории и прямо противоположная картина от самого феномена Пессо. И любопытно, что этот феномен возник в год смерти Фернандо Пессо. Фернандо Пессо умрет в 1935 году. И именно в 1935 году группа французских математиков создает знаменитого Никола Бурбаки. Никола Бурбаки – это псевдоним группы математиков, которая просуществовала несколько десятилетий и имела колоссальное влияние на научную жизнь. И не только Франция, а всей Европы, в меньшей степени на Соединенные Штаты. В чем суть Никола Бурбаки? Дело в том, что люди, составлявшие его, были разные, а автор – это один. Он проводит одну идею. Те авторы, которые выбивались из концепции Никола Бурбаки, отсеивались из этой коры. То есть Никола Бурбаки – это один автор. Один автор, который, что как бы судьба здесь сыграла достаточно смешную шутку, сутью идеи Никола Бурбаки была теория множеств. Это автор, который был составлен из многих авторов. Зарисовка номер три. Представьте себе такую фантастическую картину. Ученые, допустим, открыли бы, что все стихи, написанные Тютчевым, на самом деле были бы написаны Тютчевым. И наоборот, все стихи, написанные Тютчевым, были на самом деле написаны Тютчевым. Изменило ли бы это что-то для искусствознания? По большому счету, почти ничего. Почему? Потому что имя собственное – это не автор. Да, если бы мы говорили об искусствознании 19 века, немножко бы изменило, потому что нужно было привязать все эти стихотворения к определенным биографическим данным об этом авторе. А авторы, как вы помните, с разной судьбой и даже немножко разного времени. Незначительным, но тем не менее. Для современного искусствознания фактически ничего. После того, как Ролан Барт отрывает автора от произведения, произведение анализируется как самодостаточное, а, собственно, в данном случае стоит там фамилия Тютчев или Фетт, для нас важно лишь как корпус сочинения этого автора. Как его ни назови, это один и тот же корпус. А теперь представим себе иную картину. Предположим, что гипотеза о творчестве Шекспира окажется правдой. И все пьесы Шекспира на самом деле написал Бэка. Допустим, да, гипотез таких много, кандидатур на роль Шекспира тоже много, одна из наиболее известных и для нас наиболее. Показательно – это Бэка. Это что бы изменило? Да все это изменило. Потому что теперь творчество все Бэкона придется рассматривать вкупе со всеми пьесами Шекспира. То есть, получается, нужно будет устанавливать корреспонденцию между пьесами и философскими концепциями Бэкона. И одними ссылками на Монтенне тут уже не обойтись. Получается, в данном случае ситуации похожие, как в случае с Тюльчевым Фетом, но поменяется все. Почему? Нарушилось единство, которое было маркировано автором. Именно автором. Другой пример. Представьте себе следующую ситуацию. Какой-нибудь автор, композитор, ну, к примеру, Стравинский, взял бы сочинение какого-нибудь малоизвестного композитора эпохи классицизма или барокко, и, не поменяв там ни одной ноты, поставил бы свою фамилию. Это сочинение поменяется, да полностью. Так его не останется, в прямом смысле слова, ни одной ноты. Оно будет полностью исполняться по-другому. Потому что оно будет причислено к другому корпусу сочинений, помеченных иным именем. А на этот раз представлю вам уже не гипотетический, а вполне исторический пример, хотя весьма похожий. Дело в том, что в позднем Средневековье, да даже не в позднем, были запрещены многие книги, многие тексты. Наиболее известный запрет – это запрет проповеди мастера Эдхарда. Самому мастеру Эдхарду повезло, на костер Инквизиции он не попал, но не попал он на костер Инквизиции по одной простой причине – он не дожил до исполнения этого приговора. Процесс тянулся достаточно долго, дожили до него только его книги. Так вот в чем интерес. Ватиканом были осуждены несколько десятков положений мастера Эдхарда. Только начиная с 14-го столетия знаменитый проповедник Иоганн Таулер включает многие из положений Эдхарда в свои проповеди. Более того, проповеди самого мастера Эдхарда, чудом сохранившиеся, переписанные от руки и так далее, публикуются под именем Иоганна Таулера. И это не вызывает никаких возражений со стороны римской католической церкви. Более того, Иоганн Таулер имеет такой вес, такой авторитет, что никто не может замахнуться на то, что он говорит что-то не согласующееся с доктринами римской католической церкви. Да, Эдхард был пантеистом, а Таулер пантеистом не был. Но, если вы посмотрите внимательно список тех доктринальных расхождений между Эдхардом и, собственно, Ватиканом, то вы увидите, половину из них перекочевали в творчество Таулера и признаны доктринальными. Почему? Да потому что одно говорил один автор, который был помечен понятием пантеист, а другой автор был также помечен понятием доктринального представителя, собственно, получается, оратора Ватикана. И в одном случае это было приемлемо, а в другом нет. Кстати, не будучи большим фанатом средневековой религиозной литературы, однако вот эту книгу рекомендую всем. Это совершенно потрясающие тексты. Это тексты современные, как ничто, как тексты. То есть тот же самый Фома Аквинский сейчас, я вот не знаю, честно, как его можно применять в реальной жизни. А в проповеди Таулера, возможно, они сейчас читаются совсем по-другому, чем они воспринимались в силу средневековой епистемии, но сейчас они могут работать. То есть работать реально, как фенософские тексты. Тексты совершенно уникальны. Его интерпретация библейских историй просто потрясает. И потрясает, как этот человек умудрился не попасть на гостю. То есть это сильно расширяет наше представление о том, что такое средневековая христианская доктрина. По крайней мере, о ее пределах. Докуда она могла позволить себе расширяться. То же самое можно сказать и еще одном известном религиозном деятеле. Ангеле Селеское. На этот раз это 17-е годы. То, что писал этот поэт-мистик о Боге, за это очень многие попали на костер. Но ему это было не просто можно, это воспринималось непосредственно как божественное откровение. Статус Ангела Селеского был огромен. Ему стоят памятники. И его авторитет по-прежнему и в литературе, и в церковной традиции не погрешен. Его самая известная сочиняется Херувимский Старанник. Это крошечные стишки почти, вроде шуточного даже содержания. О боге, о религиозной жизни, в которых могут заявляться такие вещи, типа, что хоть ты еще раз бы Иисус родился, ничего бы не было, пока он не родится в твоей душе. С этим сложно поспорить, но многие за это попали, вы знаете, куда. Так что же такое автор? Другой религиозный христианский деятель, святой Иероним, объясняя, что такое автор, а тогда это было очень важно, нужно было разобраться с огромным корпусом текстов, которые приписывались все мыстини Иисусу к ближайшему его окружению, говорит следующее. Амонимии, то есть одноименности, недостаточно, чтобы законным образом идентифицировать автора. С одной стороны, различные индивиды могли носить одно и то же имя. С другой стороны, кто-то один умышленно мог заимствовать по троню другого. То есть имени, как индивидуальной метки, недостаточно, когда имеют дело с текстуральной традицией. Вот это очень важно. Но как в таком случае приписать различные тексты одному автору? Как организовать их в текстуальной традиции? Святой Иероним дает четыре рекомендации, которые действуют в искусствоведении по сей день. Первое. Если среди нескольких книг, приписываемых одному автору, одна уступает в качестве другим, то ее следует изъять из списка его произведений. То есть в данном случае автор устанавливается как уровень ценности. Это не значит, что сейчас будут изъимать книгу из списка сочинений автора, но автор как уровень ценности. Это действует по сей день. Второе. Если некоторые тексты находятся в доктринальном противоречии с остальными произведениями автора, их также нужно изъять. То есть автор устанавливается как поле теоретической связанности. Опять работает до сей день. Третье. Нужно также исключить произведения, написанные в ином стиле, со словами или оборотами, обычно не встречающимися в том, что вышло из-под пера автора. В данном случае автор устанавливается как стилевое единство. И четвертое. Следует исключить тексты, которые относятся к событиям, происходившим уже после смерти автора, или упоминают персонажей, которые жили после его смерти. Но в данном случае сменяться нечего, потому что на протяжении многих веков книги, пятикнижие Моисея считалось написанным самим Моисеем, хотя там описан его смерть. Это никого нисколько не смущало. А Ироним понял, что здесь что-то не то. Что это нам говорит? Что автор устанавливается как определенная метка на историческом времени. Вот эти четыре качества, уровень ценности, поле теоретической связанности, стилевое единство и единство историческое, или точка на корпусе исторического времени, до сих пор работают в искусствоведении. Ну, достаточно ли это? Эллин Периджилс, одна из наиболее влиятельных современных людей, попадающая в список 50 самых влиятельных людей мира, это историк, историк ранней христианской церкви, она занимается как ортодоксальными текстами, так и гностическими текстами. Это, собственно, человек, который обнаружил большинство гностических евангелий, опубликовал их. В работе гностические евангелия говорят о том, что в первые века, да и не только в них, просто в сфере ее компетенции, авторы, которые подписывали эти евангелия, Иоанном, Марком или Матфеем, не пытались фальсифицировать тексты. Просто если они пишут текст под впечатлением от текста Марка, они не имели морального права приписать возникающие по ходу чтения у них мысли о себе. И если это выдерживалось в эстетике Марка, и было написано под чтением Марка, или более того, тогда практиковались, словно говоря, астральные беседы, которые узаконит Игнатий Лайона, как духовные упражнения. Вот так слышно. В данном случае эти беседы с воображаемым учителем, естественно, подписывались именем учителя. И, на самом деле, Пейджерс относит эту традицию к первым векам нового времени. Но, заветьте, все магические тексты Средневековья и Возрождения подписывались царем Сологода. Все медицинские тексты Средневековья и Возрождения подписывались двумя именами – Гиппократом и Галеном. Мистико-тиосовские тексты приписывались Гермесу, Трисмедисту, Фифагору, Орфею и так далее. Вне зависимости от того, кто являлся их автором. И вне зависимости от древности текста. И это не значит, что это подделки. Это не подделка в современном понимании этого слова. Если это знание считалось, казалось подлинным, то, естественно, в эпоху Средних веков и Возрождения подлинно только то, что древнее. И человек не имел права поставить свое имя на том знании, которое он считал ему не принадлежа. И теперь мы переходим к ключевой работе для сегодняшней лекции. Это работа Мишеля Фуко, которая называется «Что есть автор». Она была опубликована в этой книге, в книге «Воля к истине». Она есть в интернет-сети. Достать ее в бумажном виде сейчас достаточно проблематично. Но в интернет-сети она в доступе, в свободном. Фуко ставит целый ряд сложных проблем. Проблем немножко в ином ракурсе, чем это я рассматривал сейчас. Но теперь я хотел бы из его проблематики выделить несколько важных аспектов. Замечу, что «Что есть автор» — это 60-е годы, когда мы сейчас все-таки находимся в 21 веке, есть свои разницы. И значительная разница. Позволю себе дать две большие цитаты из куклы. Имя автора — это не просто элемент дискурса. Оно выполняет по отношению к дискурсам определенную роль. Оно обеспечивает функцию классификации. Такое имя позволяет сгруппировать ряд текстов, разграничить их, исключить из их числа одни и противопоставить другим. Кроме того, оно выполняет приведение текстов в определенное отношение. Гермеса Тресмегиста не существовало в том смысле, в котором можно было бы сказать о Бальзаке, что он существовал. Но то, что ряд текстов поставили под одно имя, означает, что между ними устанавливали отношения гомогенности или преемственности, устанавливали аутентичность одних текстов через другие, или отношения взаимного разъяснения или сопутствующего употребления. Дело в том, что в данном случае Фуко ставит весьма острую проблему, проблему автора как функции. То есть автор — это просто функция, функция маркера на теле письма. Письмо как нечто имманентное, как нечто изначальное, как априорное, в то время как автор, не скажу случайное, это та сетка, с помощью которой это письмо можно классифицировать. А если классифицировать, это значит воспринять. Вне классификации воспринято оно быть не может определенно. То есть для того, чтобы воспринять, нужен инструментарий, с помощью которого мы воспринимаем. Другая проблема авторского текста — Фуко сопоставляет тексты в литературе и науке. Понятно, что поэзия и наука — это вещи достаточно далекие. И автор функционирует в них по-разному. Мы привыкли к одной модели, но Фуко, будучи знатоком истории, все его работы посвящены историческому рассмотрению тех или иных предметов, говорит следующее. Еще одна большая цитата. Было время, когда, например, те тексты, которые мы сегодня назвали бы литературными, рассказы, сказки, эпопеи, трагедии, комедии, пускались в обращение и приобретали значимость, без того, чтобы ставился вопрос об их авторстве. Их анонимность не вызывала затруднений, их древность, подлинная или предполагаемая, была для них достаточным основанием. Зато тексты, которые ныне мы бы назвали научными, касающиеся космологии и неба, медицины и болезней, естественных наук или географии, в средние века принимались и несли ценность истины только, если они были маркированы именем автора. Гиппократ сказал, или Плиний рассказывает, эти фразы были, собственно, не формулами аргумента к авторитету. Они были индикаторами, которыми маркировались дискурсы, дабы быть принятым в качестве доказанного. Сама проблема обращения Фуко к теме автора на самом деле очень-очень интересна. Дело в том, что Фуко в 60-е годы создает одну из своих наиболее нашумевших вещей, это работа слова и вещи, в которой выводит понятие дискурс и эпистема. Что есть эпистема? Эпистема – это такая историческая система, которая является априорной. То есть это не парадигма в смысле Куна, которая создается как некая модель перспективы развития современной науки, а априорная, так скажем, платформа, на которой могут вообще возникнуть те или иные парадигмы. В данном случае эпистема, дословно, знание – это не то знание, которое мы можем сказать, вот как я вам сейчас рассказываю, да, то, что знаем. Нет, это то знание, которого мы не можем не сказать. Это то, что хотим мы или не хотим, мы выскажем именно эту эпистему. Априорное знание, априорный набор инструментов, который определяет саму историческую эпоху. Таких исторических эпох Фуко насчитывает в словах и вещах или три, или четыре, потому что вторая у него делится условно пополам, она разваливается на две части, а некоторые насчитывают в словах и вещах даже и пять, хотя Фуко сам обозначает три. Но он начинается в эпохе Возрождения, вот, он немножко краем бока затрагивает то, что для нее было средневековое, но он ее не анализ. Вот. И сохраняющиеся термины, сохраняющиеся предметы, вещи, которые описываются в тех или иных текстах, начинают играть совершенно иного рода. Да, достаточно представить себе сетку координат, там мы расставим на ней точки, а после этого мы сменим х и ульковые значения. Сами по себе эти точки окажутся точкой на тех же местах, но они означают совершенно иные вещи. Они вступают совсем в иную систему взаимоотношений. Да, когда человек говорит о том, что существует лишь эпистема, и внутри этой эпистемы те или иные научные тексты или тексты литературные не могут быть иными, кроме как теми, какими они являются. А, достаточно спорным становится вопрос об авторе. Дело в том, что Фуко допустил ошибку или, так скажем, следовал инерции предшествующих текстов и в работе слова и вещи активнейшим образом использует имена собственные. Допустим, для того, чтобы показать, что такое эпистема классической эпохи, он активно обращается к работам Абифона или Карла Ленина. При том, что само имя автора в данном случае уже не значит ничего. И эта критика, кстати, это единственная критика, которую принимал как справедливую Фуко, а эту работу разнесли и все. Эта работа стала настолько известной, что, наверное, не нашлось ни одного философа 60-х годов, который бы не написал критику слов и вещей. Фуко стал вторым по цитируемости автором в истории философии 20-го века, естественно, Вингенштейн. Это разные эпохи. Фуко это совсем недавно, практически. И Фуко отвечает на критику слов и вещей как раз лекцией, которые называются «Что такое автор?», о которой мы сейчас и говорим. Дело в том, что, получается, он не упраздняет автора, он упраздняет ту философию, ту метафизику, которая стояла за понятием автора. Автор – это функция на теле письма. Это маркер, это точка, благодаря которой мы можем ориентироваться в письме каждой эпистемы. Это не упраздняет, не авторы создают эпистемы. Поговорим о том еще, что автор может создать. Но эпистема порождает автора. Как сменяются эпистемы, от чего они сменяются, сказать, это столь же трудно, как описать достаточно подробно современную эпистему. Как мы можем ее описать, когда мы мыслим в ее категориях. Тот же самый инструментарий. Можно ли подчинить горечный ключ этим же самым горечным ключом, не используя более ничего. Дело в том, что параллельно с Фуко в Париже работает другой мыслитель, я уже отцеловал к его работам сегодня. Это Ролан Барт, который вводит понятие теория письма. То есть он говорит о первичности произведения и устраняет из анализа произведений биографическую информацию. То есть автор это просто субъект, живущий со своими жизненными коллизиями, со своими жизненными трудностями, а произведение это самодостаточный текст. Текст как таковой, который может быть анализироваться, мы можем ничего не знать об этом. И тем не менее анализировать, интерпретировать текст. И в данном случае, вступая в спор в какой-то мере с Бартом, Фуко задается вопросом, а что тогда такое произведение? Если мы не можем корректно ответить на то, что такое автор, и поэтому автора выкидываем, а что такое произведение? И Фуко дает достаточно интересную постановку вопроса, я не скажу, что это ответ. Это вопрос, который ставит такой, вопрос после книги Барта, так скажем. Цитирую. Предположим теперь, что мы имеем дело с автором. Все ли, что он написал или сказал, все ли, что он после себя оставил, входит в состав его сочинений. Проблема одновременно и теоретическая, и техническая. Когда, к примеру, предпринимаются попытки публикации сочинений Ницше, где нужно остановиться. Конечно же, нужно опубликовать все. Но что означает это все? Все, что Ницше опубликовал сам. Это понятно. Черновики его произведений. Несомненно. Наброски афоризмов. Да. Но когда внутри блокнота, заполненного афоризмами, находят справку, записи свиданий, или адрес, или счет из прачечной, произведение это или нет произведения? Ну, почему бы и нет. И так до бесконечности. Среди миллионов следов, оставшихся от кого-то после его смерти, как можно отделить то, что составляет произведение, а что нет? Теории произведений не существуют. И такой теории не хватает тем, кто простодушно берется издавать произведения, и их эмпирическая работа очень быстро оказывается парализованной. И можно было бы продолжить. Можно ли сказать, что «Тысяча и одна ночь» составляет одно произведение? Астроматы Климента Александрийского? Или жизнеописания Диогена Лаэртского? Начинаешь понимать, какое множество вопросов возникает в связи с этим понятием «произведение». Так что недостаточно утверждать? Обойдемся без писателя, обойдемся без автора. И давайте изучать произведение само по себе. Слово «произведение» и «единство», которое оно обозначает, являются, вероятно, столь же проблематичными, как и индивидуальность автора. Конец цитаты. В данном случае это такой, я бы даже сказал, хороший «Камень в огород» Ролана Барта. Хотя Ролан Барт был один из немногих, кто позитивно отозвался в словах и вещах. Но в данном случае Фуко поступает очень корректно. Он ни разу не упоминает имя Ролана. Потому что, по большому счету, имени нет. Это же письмо. Это письмо. Другая проблема, которую очень остроумно ставит Фуко, это следующее. Он ее обозначает так. Функция автор всегда имеет дело с расщеплением. И он это демонстрирует на научной работе. Той самой, которой мы привыкли. Ту, которую нам кажется, что там ничего удивительного с автором произойти не может. Однако Фуко умудряется это говорить. Почти цитирую текст. Я его сильно сократил. Я описывающий обстоятельства эксперимента, стаж работы ученого и так далее. То есть, я ситуативное, условно назовем его так. Это одно я. Научная работа. Второе я. Это я-функция. Когда мы пишем, я предполагаю, я считаю целесообразным. Простите, это совсем другое я. Это обезличенное я. Это я полностью вписанное в понятие я-функции. Третье я говорит о перспективах исследования. Это я, интерпретирующая смысл и ценность данной работы. Это я-наблюдатель. Итого мы в простом, классической модели научного текста уже выделяем расщепление я на три составляющих. Да какая из них является автором? Или это три аммонима? Другой интересный тип разделения автора в самом себе, да можно сказать, деконструкция понятия автор, Фуко предпринимается, опять же, на основе научных текстов. Это авторы, которые создают новую дискуссивность и авторы вписанные в дискурсы. Вот приводит следующий пример. Представьте себе, что мы бы обнаружили, что Галилей в своих работах опередил механику на несколько десятилетий или даже столетий вперед. Что бы у него нашли тетради, которые по, так скажем, их парадигме соотносятся уже с парадигмой 17-18 столетия. Что бы это поменяло? Поменяла бы эта механику? Никак. Механика какая бы была, такая бы была. Это бы поменяло наше отношение к Галилею, то есть к истории механики. То есть вот эти незыблемые факты оказалось бы открыты на самом деле на 200-300 лет раньше. Предположим. А теперь другой пример. Поменяет ли что-то, если мы найдем тексты о Фрейда или Маркса, которые будут радикально отличаться от тех воззрений или комментировать их, которые мы имеем в марксистской или фрейдистской фрейдеце. Это поменяет не наш взгляд на Маркса или Фрейда, это поменяет марксизм и фрейдизм. То есть фрейдин как психоанализ как таковой. Пример в истории есть такой, это Жак Лакан. Человек, который называл себя «Я просто умею хорошо читать Фрейда». Можем ли мы вообще говорить о концепции Лакана или мы должны говорить о новом Фрейде? Ведь Лакан просто хорошо читал тексты Фрейда. Хорошо значит не так, как их читали традиционные фрейдисты, идущие от Джонса и Анны Фрейда. Традиции, да? То есть есть авторы, которые создают новую дискурсивность, какими были Макс и Фрейд, и сам дискурс помечен их именем. Это не точка в дискурсивной практике, маркирующей определенный стиль, а имя, маркирующее саму дискурсивность. То есть когда мы идем в один ряд ставим там живущие рядом фамилии там Стринберга, Фрейда или Рустава Малера, можем ли мы говорить о том, что мы используем рядоположенные вещи? Это авторы? Да, авторы. Но не нуждается ли само слово автор в деконструкции? Если это совершенно разные феномены с культуральных и с философской точки зрения. И вот эта интересная категория, категория автора, который отсылает к функции внутри структуры, что такое дискурсивность? Это структура. Это структура. Весьма изысканно было прокомментировано Жаком Лаканом. Думаю, многие из вас знают эту фразу. В 68-м году во время майских событий в Париже, во время студенческой революции на одном из зданий анонимный автор написал следующее предложение. Структуры не выходят на улицу. Понятно, что это был жест против набирающего обороты структурализма, это был жест против философии, что нужно не думать о действии. И Жак Лакан очень тонко, очень глубоко и изысканно прокомментировал эту цитату. Я никоим образом не считаю законным написать, что структуры не выходят на улицу. Потому, как если что и демонстрируют майские события, так это именно выход на улицу структуры. Тот факт, что слова эти пишутся на том самом месте, где произошел этот выход на улицу, доказывает всего-навсего, что просто то, что очень часто есть внутренне того, что называют актом. Это именно то, что он не опознает сам себя. Это и есть та самая пресловутая смерть автора. Смерть автора анонимный текст, который был написан действительно анонимным условно автором, который маркирует прямо противоположенный финал. Он описывает сам себя через обратное. Это вот эта зеркальность, внутренняя противоречивость самого языка, эффект бессознательного, как это сказали в лакановской традиции, пост-лакановской традиции, потому что бессознательное это не какое-то место. Это эффект языка. Эффект языка, когда мы говорим одно, мы параллельно говорим, с необходимостью прямо противоположное. Оно включено в корпус нашего говорения, потому что это неизбежное свойство самого языка. И мы порождаем это как таковое. И в данном случае идеальная демонстрация работы структуры означающих, работы того, что пытался объяснить этим самым студентам Лакан, когда отговорили выходить в романе 68 года. Дело в том, что смерть автора в 60-е годы на самом деле явление весьма закономерное. Понимаете, за смертью Бога с необходимостью должна последовать была смерть Творца. Бог был Творцом. А если нету трансцендентного Творца, значит нету Творца как такового, есть лишь имманенция реальность, реальность, как развертывающегося самого по себе письма, так же, как развертывается биологическая жизнь, как развертывается минеральная жизнь, и так далее. Как Вселенная расширяется, расширяется тело письма, как такового. Мы же не владеем речью, мы не на ней болтаемся просто, да, это достаточно наивно предполагать, что мы можем ей в принципе овладеть, как такового. И в 67-м году эта фраза становится крылатой, за год до этих печальных событий публикуется эссе Ролана Барта, которое так и называется «Смерть автора». Ролан Барт «Смерть автора» это можно как бренды философов 20-го века, Леотар «Постмодерн», Ролан Барт «Смерть автора», «Геррида деконструкция». Можно поиграть в игру «Я знаю пять имен». В данном случае это становится его визитной карточкой. Но смерть автора, эти позиции, высказанные в этом эссе, наиболее известны всем благодаря одной лаконичной фразе, которую сказал совсем другой человек и совсем в другой стране. И эта фраза гласит «Какая разница, кто говорит?» сказал кто-то. Какая разница, кто говорит? «Я бы полностью согласился с этой фразой, если бы ее не написал Сэмуэль Беккетт и не цитировал Мишель Фуко. И именно благодаря их именам нам она известна. И мы ее пользуемся. У меня на сегодня все. Если есть какие-то вопросы по лекции, я постараюсь на них ответить. Может быть по прошлым лекциям. Слово и вещи Фуко, они тоже опубликованы на русском языке. На русском языке есть почти весь Фуко. Кстати, значительно больше, чем на английском языке. На английском языке Фуко меньше, чем на русском. Потому что основной корпус творчества Фуко это его лекции, которые он читал на протяжении многих лет. И это не книги. Это собственно стенограмма лекций. Это возможно даже более ценная, чем его книги. И этих лекций 11 томов. И в России изданы почти все. Во Франции понятно, что все издано. В Англии, в англоязычных странах не издано почти ничего. Поэтому надо сказать, что относительно современной философии Россия показывает весьма положительные результаты. Как видите, я ссылался на водю. То есть книги переводятся спустя год-два после момента их написания на языке оригинала. То же самое может сказать, я слову и Жижики, и Огамбини. Работы выходят сразу же. И это очень приятно, потому что англоязычные страны такой пытокостью относительно особенно философии французской. А французская философия самая сильная, потому что просто опять же они обладают наиболее качественным инструментарием, французским языком, который позволяет колоссальное количество дифференцированных оттенков, чего не может допустим немецкий язык. Почему там реально сколько бы выдающихся умов не брались за философию, все приходит в принципе к одному и тому же. Опять же эффект самого языка, не эффект автора, эффект языка, потому что мы пользуемся инструментарием. Вне того инструментария, которым мы пользуемся, мы ничего подумать даже не можем. Нет такого чистого сознания, внутри которого мы можем в чистом свете рассматривать те или иные объекты. Здесь изначально заданная сетка координат, внутри которых мы можем их соотносить между собой. и эта сетка координат в большинстве зависима от языка. Поэтому каким мы обладаем языком, естественно, это и сказывается на том, каким выводом мы в итоге приходим. Если мы пользуемся бинарной системой, вопросоответной, системой бинарного кода, то, естественно, получить какие-то бы то ни было полутонавные просто невозможно поопределить. Вы никогда не сможете как ПСОА выйти из системы бинарных позиций. Поопределим. Либо единичка, либо ноль. Все. Да. Абергород, у меня возник вопрос. Вот эта проблема авторства, она относится только к языку и текстам, либо можно распространить на другие явления искусства, музыки в частности? Все есть текст. В данном случае есть текст жеста. Текст, естественно, музыкальный текст, он даже так и именуется. Это музыкальный текст. Другое дело, что он связан с иным языком. Если я прихожу на концерты, я всегда вижу программку, где я знаю автора произведения, как называется произведение исполнителя. Но здесь же, по-моему, все очевидно. Мне не придет даже в голову говорить, скажем так, о том, что автор умер, что его вообще нет. Это какое-то множественное. Какая-то множественность. Там же все четко. Но в данном случае, когда мы берем книгу, там тоже написано Бодрия. Но является ли автором этой книги Бодрия? Можем ли мы представить, что Бодрия родился в 18-й веке и тоже написал эту книгу? Нет. Это невозможно. У меня просто не может возникнуть сомнений, что означенный композитор современный не может не являться автором, а означенный произведение. То есть, на этом смысле возникнуть не может. Но в данном случае он не является автором? Он не является. То есть, автора тоже в данном случае нет. В данном случае дело в том, что здесь нужно очень спасибо Кириллу за вопрос, потому что эту нужную идею прояснить. Очень часто приходят достаточно глупым выводом, когда говорят о том, что если есть только тело письма, значит, что бы человек не создал, что бы он не написал, это все настоящее письмо, это природное, это великое, такое же рядоположенное, как сочинение Баха и так далее. Но, давайте будем честными, автор изначально у нас устраняется, получается, в каких? В естественных науках. То есть, он там вымер раньше, чем в поэзии. То есть, считается, что кто бы не открыл те или иные физические законы, законы сами по себе, а этот открыватель, да, он великий человек, но он подобрал наиболее оптимальный ключ для их раскрытия, но мы не ставим под сомнение объективность самих этих законов. Но, сейчас в поэзии мы говорим о том же самом, в искусстве о том же самом. Здесь некая объективность для каждой эпохи. Но, заметьте, что Эйнштейн сформулировал теорию относительности таким-то вопросом, да, более того, еще второй раз переделил, да, а, простите за слово Вася Кубкин, да, сделал бы таким образом, что применять это нельзя было бы никак. То есть от того, что Вася Кубкин обратился к открытию великих физических законов, сами физические законы бы не поменялись, но он их бы сделал плохо, и та система, которую он предложил, была бы плохо рабочей, физика бы не смогла развиваться столь же быстро, сколько она развивается при качественно продуманном инструментарии для анализа естественных физических законов. То же самое происходит с авторами. То есть есть автор высоко классно оснащенный всеми составляющими, то есть сюда нужно естественно интуицию относить, не только рациональный метод познания, но который может вскрыть современную лепестему, ее письмо, так, что этим могут пользоваться многие, в том числе создать дискуссивную практику новую, как, допустим, Фрейд создают, психоанализ до сих пор живет. И это не наука, простите, это и не искусство, и не наука, это новое измерение, в принципе. Так же, как Макс, это и не философия, и не политика. Максизм это лично среднее. Это совершенно автономная лобус, совершенно автономная дискуссивная. И получается, они это сделали блестяще, потому что они были высококлассно оснащены интеллектом, интуицией, стечением обстоятельств и так далее, окружающими людьми. У другого, кто обратится к открытию якобы объективного письма не столь подкованным образом, или обстоятельства будут радикально против него, естественно, не получится ничего. И в данном случае его произведения и произведения не пойми кого и Иосифа Бродского, это будут разные по уровню произведения, при том, что это не значит, что Иосиф Бродский автор тех стихов, он автор функции, он метко на корпусе поэзии второй половины двадцатого столетия, когда мы можем точно узнать, что если мы открываем Томи Бродского, там будет Тота. Но это не значит, что он мог бы, он же не создал те слова, он не создал те системы взаимоотношений между этими словами, которая в этот момент существовала бы, он это использует. Но он это использует таким образом, которым позволяет это использует современная ему эпистема, и благодаря этому она и раскрывается. Если бы он бы использовал эти слова так скажем, в той традиции, которая была сформирована предшествующими десятилетиями, он бы не был современным поэтом. И степень его востребованности, естественно, была бы нулевой, был бы полетер, это временная мера, заменяющая реальную современность. Но он раскрывает письмо, письмо нуждается в раскрытии, в самораскрытии. И тот же самый Писо, он реально создает всех этих авторов. Он показывает, что автор не тождественен личности создающей. Автор это метка. Я позволю себе еще одну коротенькую цитату из Бадью, уж коль скоро разошла об этом речь. Одна из искусствоведов, видных, Джудит Бельсот, пишет следующее. Гетеронимия поэм первична по отношению к гетеронимии поэта. И отныне речь идет только о разнородных поэтических играх, у каждой из которых есть свои правила и своя внутренняя структура. То есть Писо ставит эти имена на своих стихах. Не потому, что он, как Киркегор, все время хочет начать все сначала, а потому, что создаваемые ими стихи никак не соотносятся с стихами, которые он писал раньше. И он позволяет себе их написать. До этого автор придерживался того, что называется стилем, грубо говоря, отсеивая, либо это отсеивали потом искусствоведы, то есть, читая, второстепенным и главным, нечто другое, он позволяет состояться главным многому. Именно поэтому он и маркирует их разными именами, которых 136, потому что это возможно. Мы не столь ограничены своей личностью, как это кажется на самом деле, потому что то, что мы называем я, это всего лишь я-наблюдатель. За разворачивающийся потоком письма как такового. Есть достаточно известный такой своего рода эксперимент психологический, который указывает на то, что будет означать слово я, написанное на стене. То же самое оно будет означать для нас и отсылает ли оно к своему анонимному автору. Просто я как функция, функция наблюдателя за саморазвачивающимся письмом. Вы отсылали к Смолянскому и он на одной лекции говорит о том, что означающее оно существует до того, как оно будет воплощено в языке. То есть нужно просто найти ключ и открыть такой порядок слов, чтобы вывести его в настоящий мир. Это то, о чем Вы говорите? В каком-то смысле да. Дело в том, что нельзя себе представить такую картину, что язык складывается последовательно, что создается одного стола, к нему добавляется другое. Язык это сетка координат. Понятно, что сами по себе имена, маркирующие внутри этой сетки разные явления, будут добавляться и расширяться. Язык как феномен складывается в едином моменте. И естественно, он развивается как большой взрыв. Это появление языка сразу уже, как появление вселенной сразу же. Дальше он расширяется по своим собственным законам. Он нуждается в письме, письмо нуждается в переводе. И, соответственно, в переводе, перевод с одной стороны, грубо говоря, уничтожает первичный текст, а с другой стороны, именно он выявляет две интереснейших момента. а он дает ему большую жизнь, и б он демонстрирует его ценности. Перевод это же не просто перевод одного текста на другой, это факт констатации ценности текста. Иначе мы просто не станем переводить. Есть еще какие-то вопросы? Если позвольте, у меня просто есть небольшая реманка по поводу вот я и как бы это применимо еще к расщеплению я, потому что в принципе само понятие яд, которое на заборе видим, является не с момента рождения человека, оно примерно появляется после двух-трех лет, ну двух-трех лет. Поэтому ребенок, он знает только, что есть тело, вот это тело, которое распыдают свои части человека. Нет, которое он может назвать Миша, допустим, и он называет его, в третьем лице, он. Миша он раздел тот и говорит, что он сделал плохое, это сделал не он. И когда родители пытаются его вырулить на вот это я, а я это уже другая структура, которая не то, что, не то, как непосредственно опыту твое тело, а еще и к опоследованию опыту, который приобретает это я, то ребенок говорит, почему ты не говоришь я? Он говорит, я, это же ты, а я это он, это Миша. и в принципе, когда уже потом, после трех лет, человек начинает различать то, что относится к непосредственному и опосредованному потом. И после этого еще возникает новая структура, уже структура эго-сознания, которая, в принципе, период как непосредственный, как и непосредственный, опосредственный и плюс еще добавляется фантазия. Потому что, в принципе, это очень все легко перетекает одно с другим. И вот это же эго-сознание, оно также считает опыт, непосредственно опыт тела, тоже собой. Соответственно, вот когда возникает уже этот кандидат, который назывался эго-сознание, которое реальности не существует, то там может возникать что угодно, в том числе и расщепление этих личностей на великое множество. И, собственно говоря, человек, когда реально может говорить о себе я, что я, допустим, вот сейчас сижу в этом классе, а также я участвую в Сталинградской битвы, играя в танчики какие-то там, делаю то, все это, это десятое, плюс еще на фантазию, то, что даже у меня нет непосредственно опыта. Поэтому в корпусе самого этого я-сознания возможно все что угодно, только расщепление, но реально там то есть любое авторство, которое я себе припишу, и это все не будет иметь никакого смысла, поскольку это не существует. Самого я нет, конечно, для того, что если, Кирилл, сейчас это предложили с точки зрения классического психоанализа, это, мне кажется, чуть более точно описано в Лакановском психоанализе, где Лакан этому дает просто описание. Во-первых, Лакан доказывает, что ребенок до так называемой стадии зеркала, до того, когда он осознает себя как целостность, он не осознает, чтобы это не было вне частичных объектов. То есть это, так скажем, рука это одно, нос это другое, грудь матери это третье, и мать как целостный объект тоже не воспринимается, мать это а отдельные части ее тела. Это не значит, что он их не любит, но говорить о том, что он воспринимает мать как целостный объект, говорит примерно то же самое, что муравей воспринимает нас как целостный объект. Потом появляется так называемая стадия зеркала. Это не значит, что это обязательно тогда, когда ребенку показали зеркало. Да и могут и в первый день рождения показать. Это не значит, что он сразу же поймет себя как целостность. А могут никогда не показывать, что он себя поймет как целостность. Это, естественно, метафор. Но когда человек видит себя в зеркале как целостный феномен, он, во-первых, осознает себя как я, как целостность, а с другой стороны появляется весьма интересная вещь, которая накладывает печать на всю нашу культуру. Целое – это то, что можно сломать. Только целое можно разгриться. Частичные объекты не поддаются дроблению. Они и так частичные. Из насколько их ни дроби, они все равно останутся множеством. И именно благодаря тому, что наша культура сводит все к целостности, появляется вот этот страх боязни разрушения, который, естественно, выплескивается непосредственно разрушением. И поэтому можно говорить о том, что наша культура, естественно, фонична. Это сведение всего к одному. Знаменитая фраза Лакана «Сексуальных отношений не существует». Она сводится к этому. Не потому, что он был как в СССР сексонер. Он был во Франции. Блин. Но, однако, он говорит о том, что на самом деле это свойство культуры сведения отдельных ощущений к единому процессу. Он распадается на отдельные элементы. Мозг тратит колоссальное количество энергии на то, чтобы свести это все к единому процессу. То есть, на самом деле, их действительно не существует. И в данном случае Песуа как раз и создает вот этот феномен раздробленности, просто личности маркеров. Естественно, любой психиатр, прочитав его биографию, поставит ему правильный диагноз. Но он был идеально социализирован. Это была виднейшая фигура, который, более того, не только общался с представителями интеллектуальной элиты. Он общался и с религиозными деятелями, с мистиками. Он был другом Алистера Краули. Он переводил его тексты на португальский. Потом, правда, они разрукались, когда он пригласил Краули к себе домой. И тот повел себя, вообще, не самым хорошим образом. Но, то есть, это говорит о широчайших кругах его интересов. Понятно, почему они были широкие. Он позволял себе быть разным личностям. Но это никак не сказывалось негативно на обществе. То есть, другой человек, будучи единым как личность, и паспорт, и фотографии, и то, что написано в характеристике, сходится с тем человеком, которого мы знаем. Но этот человек может быть дико не социализирован. Этот человек, узнать которого было фактически невозможно, да, ни по стилю, никто не мог сказать, что это не тот же проект пишет, оказывался дико социализирован. То есть, страх перед множественной личностью, это страх целого, которое боится рассыпаться. Ну, то есть, функция, вот это, то реальное, что существует. То есть, нет ни автора, нет ни произведения, но есть, как бы, функция. Нет, функция. Функция автора необходима, иначе мы не воспримем письмо. Ну, а значит, функция это не система, не целостная, а функция это максимально неделимая единица, что ли, получается, само по себе? Ну, функция это на корпусе письма некий маркер, тот самый обозначающий то, что он называл Иероним. Целность, системность, отсылка к определенной исторической эпохе и стиль. Вот эти четыре критерия, которые с блеском выделяют Иероним, например, начало христианской эпохи, это же не мыслитель 20 века. То есть, оно до сих пор применимо к функции автора. Другое дело, что, на самом деле, если вы почитаете внимательно христианскую философию, то ведь имена, маркированные на Евангелиях, они же никогда не считались авторами. А это имя, маркер вот этих четырех вещей, которые перечисляют святую Иероним. Это не значит, что мы вернулись к тому же пониманию. Нет, это значит, что сейчас настолько мы захвачены вот этой эпистемой, что мы даже тексты столь отдаленные не можем по-другому помыслить. Здесь дело не в Иерониме, а в том, как он сейчас читается. Это Иероним Фуко, это Иероним Лакана и Ролана Бах. То, как он тогда это мыслил, мы, простите, даже если изучим историю раннего христианства, как Элен Пейджелс, никогда не сможем ответить на этот вопрос. У нас просто нет инструментария. Это забивание микроскопом везде. Для этого не самая пригодная инструмент. Так же, как современная эпистема для анализа раннехристианской эпохи. Мы можем проанализировать раннехристианскую эпоху в терминах и категориях современной эпохи. Только в ней. Я просто, видимо, то, что о чем сейчас говорилось, просто, наверное, с другими словами скажу. Можно говорить о том, что сам этот корпус, ну, допустим, текста, оно является какой-то первичной негативной реальностью, а автор – это функция, либо операция, которая к этому корпусу изначально приводится. И, собственно говоря, автор тоже является таким образом текстом. Можно ли об этом говорить вообще? Либо это просто операция, которая приводится на эту первичную реальность? Я понял, Кирилл. Я думаю, что здесь есть опасность такая попытаться провести разницу между именем и именуемым. Дело в том, что в современной философской мысли отброшена вторая категория, означаемая, в общении с помощью. Дело в том, что здесь это очень важный момент. Это не случайно, да, забыли про то, что у Сосюра их были две категории, используют только означающие. Дело в том, что я, или, там, не знаю, книга, стол, это не в платоновском смысле отсылающие к идее, сверхидее, да, которая давлеет, как иногда мыслит себе батарею означающую, как платоновские идеи. Нет, это и есть идея, но она есть в каждом столе. Но это идея, и за пределами этой имманенции стола нет никакой другой стола. И стол, естественно, тоже эволюционирует, и как его используют эволюционирует. И шизофренический стол, простите, это совсем другой стол. Да, это стол с таким количеством ящичков, которые в него не влезут. Все будет занимать ящички этого стола. И это тоже стол. И это тоже идея этого стола, имманент на самой реальности этого стола. Поэтому говорить о том, что автор является самим текстом, автор, это функция, это маркер. Он не текст, но он и текст тоже самый. То есть противопоставлять, что вот это автор, а это текст, или говорить, что автор и текст, это одно и то же, не совсем корректно и в том, в другом случае. Это противопоставление отсылает нас к имманенции и трансценденции. А имманенция и трансценденции превозмогаются в самой реальности, которую создает Пессоа, из которой не смог вылезти даже Жильделес, который все-таки говорит об имманенции. Но когда мы говорим о имманенции, тут же вылазит трансценденция сама по себе. Сколько бы мы ее не отрицали. Когда мы говорим о имманенции, дико-дико за нами гонятся. А Пессоа вообще снимает эту проблему просто не боясь рассыпаться. Он обозначил, как на звездном небе, точки. И сумел создать столько поэзии, сколько за всю историю Португалии в принципе. Ладно, у меня на этот раз все. В следующий раз я даже уже придумал тему, о которой мы будем говорить. Мы будем говорить о творчестве Мортона Филдмана и его связи с трансперсональной психологией. Прежде всего с Чарльдсом Тартом. Это люди не совсем, так скажем, одного возраста. Тарт до сих пор жив. Хотя Филдмана не так много прожил. Но это люди, которые друг друга застали, живут в одной стране. И эта параллель, мне не кажется, случайной. Так скажете. Ладно, спасибо за внимание. До свидания.